Привет всем, кто умеет ждать! Hi everyone! I promise I will make some English subtitles soon. Meanwhile, stay tuned! Да, это произошло. Ура! Сразу в делу. Когда мы соединяем две деревяшки на клей, мы не всегда используем только клей. Да, у нас есть струбцины, угловые струбцины, но то, что делает это чудо техники. Об этом я вообще еще расскажу отдельно, оно прям волшебное. Но в первую очередь хотелось рассказать о таком явлении, как пневмопистолет, в принципе. Таким понятным женским языком. Это пистолет, стреляет гвоздиками. Гвоздики бывают разного размера, даже вот такие слоны. Пистолет подключается к компрессору. Компрессор это такая штука, которая очень громко работает раз в пять минут. Мальчики ей занимаются обычно, я в них не разбираюсь. И при соприкосновении с деревяшкой он выпускает гвоздик, он влетает в деревяшку. Там уже все смазано клеем, оно закрепляется. И вау, валя, круто, магия, волшебство. На самом деле такие гвоздики используются для, ну скажем так, временной фиксации. Потому что основную работу, конечно, в итоге делает клей. С помощью пневмопистолета легко собирать, например, подобные коробочки. Из тех немногих пистолетов, которыми я пользовалась. Этот, наверное, number one, конечно. И также шпиличник. То есть это гвозди, это шпильки. Гвозди выглядят так, шпильки выглядят вот так. И тоньше, и меньше, и у них нет головки. Шляпа! Что за шляпа? Конечно же у гвоздиков нету шляпы. Шляпы, головки. Шляпки! Они не оставляют следов. Точнее то, что они оставляют, выглядит примерно вот так. Также наш фаворит это Шнайдер. Пистолет и шпиличник. Но вот этот космос, конечно же, выигрывает всех в своей мобильности. И в весе он проигрывает, конечно. Он весистый. Но у него компрессор где-то здесь. Он ни к чему не подключается. Единственное, что у него отсоединяется, это его аккумулятор, которого, кстати, надолго хватает. Мы берем его с собой в поля, на монтаж, наверх, вниз. Там у него гвозди до 50 миллиметров. Оставляются гвозди сюда. Это более-менее одинаково у всех пистолетов. При подключении пистолета к компрессору ничего не произойдет, потому что ничего у него не подключено. Да, он не подключится без компрессора. Нет, вы это слышали? Как качается компрессор? Качается? Качается. Подключение к компрессору... Самое сложное, пожалуй, для меня это отключить компрессор... Ааа! Получилось. У него бывает здесь клапан очень тугой, и это очень тяжело делать. Устройство пистолета такое, что пока он не упрется целиком в поверхность, в которую вы будете стрелять, он не выстрелит. То есть вот так ничего не сработает. Соответственно, когда вы только зажали, он... Блин, страшно так. Он выстреливает. Если говорить о компрессоре Schneider, то он очень удобен, потому что он строен в систейнер, тот же систейнер, в котором хранится... в котором поставляется инструмент Festool, они подходят друг к другу, их можно ставить один на другой. Остальное оборудование также хранится в похожих систейнерах, только поменьше. В нашем верхнем систейнере лежит провод для подключения к компрессору, во втором систейнере лежит сам пистолет и шпилечник, а в самом большом систейнере находится сам компрессор, и все это ставится на фестовую тележку. В общем, если резюмировать... У него есть подсветка, боже, я забыла об этом сказать. У него есть подсветка. В двух словах, штука потрясающая. Его мы чаще всего используем при работе с фанерой, чтобы соединить два или более элементов между собой на клей. То есть, если использовать этот инструмент без клея, и просто надеяться на то, что гостики будут что-то держать, лучше так не делать. Оно будет держать, но временно. Пистолет идеален для сборки выдвижных ящиков, шкафов, коробочек. Лемый пистолет мы также часто используем при сборке арт-объектов, непростых форм, каких-то необычных углов. Но все это в основном фанера. Кстати, если говорить о компрессоре, то это, в принципе, довольно полезная штука, так как к нему можно подключить обдувашку. Но с обдувашкой есть одна засада. Многие считают, что если не обдули немножко помещение или инструмент, то как бы все это чистота, и в мастерской все замечательно. Нет, вы сдули пыль с одного места на другое. Это не уборка, это не пылеудаление, и вообще пользоваться лучше пылесосами. Но про пылеудаление и чистую мастерскую мы как-нибудь в другой раз расскажем. Хотя что мы в этом понимаем? Вердикт следующий. Если вы прямо на суперначальном этапе, то, наверное, это не первостепенный инструмент. Но если на него есть финансовый ресурс, то прям must have. А если вы уже продвинутый пользователь, и у вас есть мастерская, и у вас все еще его нету, бегите за ним скорее. Надеюсь, мой рассказ был вам хоть немного полезен. Если у вас остались вопросы, можете писать их в комментариях. Если вам интересно, чем мы вообще занимаемся, зайдите к нам на сайт или в инстаграм, там есть все подробности. Также, если вам интересно, чем еще мы пользуемся, напишите в комментариях, о каком инструменте вы хотели бы узнать побольше. Женский взгляд на мужское дело, никакого сексизма. Столярка на каблуках, Катя Менщикова, механические деревянные шестеренки. Пока! Такие смешные идеологи! О, да мы хорошие! 50 сантиметров в гостях. По-моему, я сегодня наговорила кучу глупостей. Я не буду это делать. Нет, нет шляп. Что за шляпа? Шляпа! Шляпа! Да-да-да, ты не виздествуй себя.